МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как без конфликтов заработать на подвалах и фасадах? Так звучит Родина. Тысяча на всю Россию – это пока не то, чем можно гордиться. А вот тысяча на каждый регион. 800 детей Юга области споют по примеру Олимпийского тысячного хора. О самом важном и интересном в жизни города и региона узнаем вместе в ближайшие полчаса. В студии Ксения Волкова. Здравствуйте. Тюменская область в силах снизить свою долговую нагрузку. Сегодня ее уровень составляет менее процента по отношению к собственным доходам. По мнению временно исполняющего обязанности губернатора Владимира Якушева, на общероссийском фоне наш регион выглядит неплохо, но стремится еще есть к чему. Группа должна начать работать, рассмотреть все эти предложения, отработать вместе с Минфином. И вот здесь нам не проворонить и в этом всем принять самое активное участие. И еще один момент, коллеги. Давайте по сусекам-то нормально поскребем, какую работу сегодня огромную ведет налоговая инспекция, и то, что касается имущественных налогов, и как мы их платим на территории нашего субъекта. О наполнении казны Владимир Якушев говорил и во время Петербургского международного экономического форума. Он выступил на собрании Ассоциации инновационных регионов России, обсудил с коллегами вклад малых и средних предприятий в конкурентоспособность страны и провел ряд переговоров с отечественными и зарубежными бизнесменами. Поделились своим опытом в рамках Петербургского форума и представители ведущих вузов мира. Российская система высшего образования находится на пороге модернизации. Ее результатом станет жесткая конкуренция по качеству. Университеты сосредоточат свои ресурсы на проектах, которые усилят экономику страны. Мои коллеги заинтересовались, а готовы ли к переменам тюменские вузы. В общем, он висит действительно в воздухе, на магнитах, как вы видите. Без подшипников, без всего. Его нужно немножко подтолкнуть. Вот этот проект, где представлено научно-практическую конференцию, которую я недавно проходила в школе. Он еще не изучил и половины школьной программы, а уже пытается создать вечный двигатель. Пятиклассник Глеб Завьялов гением себя не признает, хотя и среди его сверстников в Тюмени вряд ли наберется полсотни, способных решить проблему сопротивления в механизмах. Почти всех их можно встретить в творческой мастерской Фаблаб. Одаренных детей, как магнитом, тянет к оборудованию будущего. В стенах университетского техноцентра воплощается в реальность даже самые немыслимые идеи. В помощь 3D-принтеры, лазерные и фрезерные станки. И если бы лет 20 назад у студентов были те же возможности, что и у сегодняшних школьников, в дипломе главы администрации города основной дисциплиной мог значиться не бухучет, а робототехника. Реалии сегодняшней жизни нашим сегодняшним студентам-абитуриентам, школьникам старших классов дают больше выбор и, наверное, много интересных и, что самое важное, перспективных специальностей и направлений. За наукой будущее уверен Александр Морзо. Высокими технологиями поправляет ректор Тюменского государственного. В университете одна из лучших в России баз для разработок и производства наноэлектроники. Есть чистая комната, центры высокопроизводительных вычислений с суперкомпьютером Менделеев, лаборатория биоинформатики. ВУЗ один из первых в мире смог синтезировать живые нейроны, а на их базе создать материал высокой проводимости. Прорывные исследования – результат новой стратегии подготовки кадров высшей квалификации. Пока ее реализация – задача местных экспертов-инноваторов. Однако в перспективе к ним должны присоединиться ученые с мировым именем. Развитие информационных технологий уже признано правительством государственной задачей. В ближайшее время в стране будет создана дорожная карта отрасли, куда войдут 19 прорывных центров. Попасть в их число стремится из столицы региона. В Тюмене появляются очень серьезные шансы. Впервые серьезную выявленность в области информационных технологий создать федеральные значимости центра. За город, который будет известен в России не только нефтью и газом, но и высокообразованными людьми, ратует и Александр Мор. Он уверен, чтобы этого достичь, высшее профильное образование должно стать конкурентной отраслью экономики. Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Владимир Поротников, Сибинформбюро. Зарегистрировать свой бизнес стало проще. Подробнее об этой и других новостях в кратком обзоре событий. В силу вступили новые правила регистрации бизнеса. Теперь для постановки фирмы на учет в налоговой владельцу достаточно предъявить паспорт, а его представителю еще и нотариально заверенную доверенность. Она нужна и при изменениях данных организации. Процедура открытия счета тоже стала проще. Уведомлять налоговую и фонды отныне будут банки. Также отменена предварительная уплата уставного капитала на момент создания организации. Уставный капитал должен быть оплачен не позднее 4 месяцев с момента государственной регистрации общества. В Тюмени появится новое кладбище. Оно разместится в районе деревни Утяшева рядом с уже существующим. С точки зрения организации кладбища вообще идеальное место. Там не надо корчевать, валить деревья, корчевать пни. Там достаточно высокое сухое место. Там есть автомобильная дорога, линии электропередач. Пока участок земли размером 40 гектар принадлежит Государственному аграрному университету Северного Зауралья. Но с руководством учебного заведения уже ведутся переговоры. Впрочем, окончательное решение будет принято в Москве. Смена в пришкольном лагере Тюмени для родителей одного ребенка обойдется в 740 рублей. Это примерно 21% от полной стоимости путевки. Основные затраты по-прежнему берет на себя областной бюджет. Раньше была только оплата хозяйственных нужд 200 рублей. Сегодня это составляет под 740 вместе с питанием. Но это 18 дней, это трехразовое питание и так далее. Более 120 лагерей дневного пребывания начнут работу 2 июня. Ожидается, что в них отдохнут около 24 тысяч юных горожан. Кроме основных программ, предусмотрены походы детей в цирк, театры и музеи. Их родители будут оплачивать отдельно. Родители за детский лагерь рассчитываются. А собственники нежилых помещений платить за содержание общедомового имущества не хотят. Судебные процессы длятся годами. Арендаторы первых этажей зарабатывают деньги, а управляющие компании их не досчитываются. Есть ли выход из ситуации, разбирался Александр Гришаков. Магазины и офисы на первых этажах жилых домов – явление для города обычное. Вот только жители такому соседству не всегда рады. В доме по улице Ленина хозяева ресторана сделали вытяжку через мусоропровод. Теперь в подъезде поселились ароматы общепита. Жироловителей нет. Они должны быть. Их нет. Канализации забиваются. Разгрузка-выгрузка. Где? Со двора? Нельзя. С пешеходного тротуара? Нельзя. На дороге остановиться? Нельзя. Как разгружаться? Еще и в подвале ведут ремонтные работы. По словам председателя совета дома, никакой документации ему не предоставили. Хотя подвал – это общедомовое имущество. И все работы в нем запрещены без согласия большей части собственников. Но владельцы нежилых помещений об этом не вспомнили. Некоторые из них забывают даже про оплату услуг. Нужно четко понимать, что если нежилое помещение находится в многоквартирном жилом доме, то оно должно также участвовать в содержании общего имущества. То есть, грубо говоря, если мы имеем первые 2-3 этажа нежилых помещений, которые никоим образом не участвуют в оплате по текущему содержанию дома, по техническому обслуживанию, то мы понятно понимаем, что такой дом в нормальном состоянии содержать нельзя. В некоторых домах больше половины владельцев нежилых помещений не участвуют в содержании общего имущества. И ущерб от таких соседей двойной. Они должны не только платить за коммунальные услуги, но и раскошелиться на аренду общедомового имущества. Например, фасада, на котором размещены большие вывески. Или того же подвала, если уж они собираются его использовать. Инициативные собственники уже давно нашли применение пустующим площадям. Заключили договор под сапожные мастерские. Это сапожные мастерские сами отремонтировали этот подвал, сделали себе кабинеты. И на сегодняшний день мы сдаем это подвальное помещение в аренду. Около 100 тысяч с лишним у них тоже. Впрочем, выгода от соседства с бизнесом не только в деньгах. Некоторые предприниматели помогают ремонтировать фасады зданий, где находится их офис. Или оплачивают замену сетей. Директор приходит в компанию. Совет дома. Значит, если что-то нужно, вытяжку сделать, они говорят, вот проект, вот так, нужно провести собрание, вот мы хотим так, давайте мы вам что-то поможем, где-то что-то сделаем. Как-то взаиматься. Хорошо, мы эти вопросы решаем. Решить можно все вопросы и вполне законно. Однако таких примеров взаимной выгоды раз-два и обчелся. Чаще всего с забывчивыми соседями приходится бороться через суд. И как показывает практика, это можно делать годами. Александр Грешаков, Дмитрий Кондратенко, Сибин, Форумбюро. Тюменцы, кстати, зарабатывают и используя пространство своей квартиры, разводя домашних питомцев для сбыта. Причем речь идет не только о заводчиках редких пород кошек и собак, которые только завязку просят серьезные деньги. Горожане умудряются пополнять свой семейный бюджет, не отвлекаясь от хобби. Например, разведение в аквариуме улиток и ракообразных. Некоторые из них мечут икру не реже двух раз в месяц. За каждую из особей зоомагазин готов предложить от 10 до 50 рублей. В данный момент есть хомячки дженгарские, такие маленькие, и сирийские. Мы принимаем их по 30 рублей. 200 рублей за морскую свинку или крысу. Справка от ветеринара и питомец принят на реализацию. Это же касается пернатых. Тюменские магазины готовы выкупить любое, даже самое экзотическое животное. В тренде кролики, шиншиллы, обезьяны, игуаны, змеи, пауки и даже бурундуки. Это точнее, спасибо, что вы с нами. 8 тысяч выпускников в школу Тюменской области сегодня услышали последний звонок. Во всех школах прошли торжественные линейки, правда, в основном для 9-ти классников. Полных 11 классов в этом году закончат всего около 3 тысяч выпускников. 500 из них в Тюменском районе. Трудно прощаться со школой. Вроде как взрослая жизнь, новая ступень. Есть такое чувство страха, волнения, что будет дальше. Не хочется уходить. Училась бы, училась дальше. Сейчас ребятам предстоит выдержать первый экзамен взрослой жизни. Позаботиться о трезвости мысли и приличном поведении. Напомним, продажа спиртного в магазинах сегодня запрещена. За соблюдением порядка строго следит полиция. Только в областном центре за безопасность выпускников отвечают около 400 сотрудников МВД. Тюменцы вновь стали абсолютными победителями. На прошедшей в Тольятти всероссийской студенческой весне наши ребята завоевали гран-при. Его обладателями они становились и ранее, причем трижды. Но с такими приключениями до пьедестала они еще не добирались. Как тюменцы чуть без багажа не остались, узнала Светлана Матус. Две с половиной тысячи студентов из 64 регионов России. Место встречи – город Тольятти. Вот где было по-настоящему жарко. Главная цель участников – показать весь смак за 40 минут. И ни при каких обстоятельствах не упасть в грязь лицом. Среди членов жюри такие звезды эстрады, как Максим Фадеев, Наргиз Закирова, Роман Емельянов, Глюкоза и не только. В своем номере наши отразили все, что было модно за последние сто лет. Уставшие и мечтающие о сне, но абсолютно счастливые тюменские звезды, а это 90 студентов, вернулись из Тольятти с гран-при, с поезда прямиком на вручение наград. Всероссийская студенческая весна существует уже 22 года. На этот раз тюменские ребята набрали 99 очков. Это абсолютный рекорд. Более того, тюменская делегация – единственная в России, кто за последние пять лет получили 4 гран-при. Ребята уверяют, это еще не предел. В том числе и не предел казусов. На этот раз по дороге на конкурс студенты едва не остались без вещей. Дело было на перроне Златоуста. В какой-то момент мы стояли, по-моему, фотографировались спиной как раз к нашему вагону. В какой-то момент просто смотрим, что вагон начинает потихонечку трогаться, 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 трогаться. Ну и порядка 30-35 человек наших осталось еще стоять на перроне. Начали быстренько запрыгивать, запрыгивать. Проводница нас подгонялась. Мы могли вообще в принципе не приехать. Я думаю, тогда бы российская студентная весна началась в Златоусте. А еще могли не занять никакого места, если бы не режиссер. Она пришла к ребятам пять лет назад. И первая гран-при. То ли совпадение, то ли судьба. Но сам факт, что студенты аплодируют ей стоя, говорит о многом. Это, знаете, звезды должны сложиться. Команда, я, ребята, студенты. Ну и, конечно, есть некие специфические особенности нашей профессии, которые нужно учитывать. Вот этих тайн, чтобы получить гран-при. Вот этих тайн я вам не открою. Да и не нужно. Главное, чтобы на этой победе достижения тюменских студентов в конкурсе не заканчивались. Светлана Матус, Владимир Кондратьев, Сибинформбюро. И еще о достижениях. Российская железная дорога обещает всех вылечить. Созданная в РЖД система здравоохранения оказывает услуги не только работникам своей отрасли, а оборудование тюменской больницы не уступает высокотехнологичным центрам. О доступной помощи Надежда Благинина. Александр Котельников за 30-летний стаж работы хирургом повидал много разных ног. В стране-то более 35 миллионов, которые сами страдают. А в мире 50% населения живут той, но и формы угроженности варикозной болезни. В 2013 году специалистами больницы малотравматичными способами прооперировано 45 пациентов, страдающих варикозной болезнью. В нашем отделении используется так называемая радиочастотная абляция варикозно-расширенных вен под контролем ультразвукового исследования во время операции. То есть практически бескровно и без разрезов можно излечить варикозную болезнь. Операции на венах работникам железной дороги здесь делают бесплатно. Для жителей Тюменской области высокотехнологичные способы тоже доступны. Правда, за деньги. Надежде Чуденко платить не пришлось. Она сотрудница большой транспортной компании. Врач очень хороший. Врач, действительно, он, как говорится, врач от Бога. Он всегда, время начала восьмого, он уже всех обходит палаты. Как вы себя чувствуете, как ночь прошла. И в течение дня он постоянно заходит, спрашивает. Ежегодно в больнице проводится более тысячи различных операций. Врачи-железнодорожники единственные в области. Выполняют слухосохраняющие и слуховосстанавливающие операции. Прием пациентов в поликлинике ведут 40 узких специалистов. Получить их консультацию жители Тюменской области могут по полису обязательного или добровольного медицинского страхования. Мы оказываем довольно широкий спектр платных медицинских услуг. И на сегодня в этой больнице объем на помощи платной медицинской составляет более 40% от общего объема оказанных медицинских услуг. Врачами больницы совместно с учеными Тюменской медакадемии разработаны и запатентованы технологии реабилитации с использованием сверхэластичных титановых имплантов. Многие жители области уже ими пользуются. Надежда Благинина, Роман Чинахов, Сибинформбюро. Ради сохранения здоровья и жизни детей в области проходит форум безопасности дорожного движения. В его рамках агитбригады автоинспекторов посещают образовательные учреждения. Сегодня праздник дорожной азбуки прошел в 105-м детском саду. Малышам приготовили различные задания на знания правил дорожного движения. Знания имеются, но мы, как говорится, немножко более углубленно стараемся им разъяснить в той или иной ситуации, как правильно поступать. То есть не всегда там, где установлен пешеходный переход, безопасно переходить. То есть дети еще должны знать, что прежде чем начать переход, они должны убедиться, что все водители их пропускают и только после этого начать переход проезжей части. Перед тем, как перейти на дорогу, надо посмотреть на цвет. Если горит красный, то еще нельзя переходить дорогу. Если зеленый, то можно. Малыши 6-7 лет все чаще становятся участниками дорожно-транспортных происшествий. Так, с начала этого года в Тюмени пострадали 52 ребенка. О дорожной ситуации и местах возможных пробок в предстоящие выходные узнаем из рубрики «Цели навигатор». В субботу на Московском тракте в районе Садового общества «Ручеек» рабочие приступят к ремонту трассы. Также затор может образоваться на объездной возле Воронинских горок. В связи с ямочным ремонтом техника займет одну полосу движения. Что касается города, то постарайтесь объезжать улицу Демьяна Бедного. Там будут идти работы по замене дорожного полотна. А на Тимирязево меняют коммуникации, поэтому на участке от Червишевского до Московского тракта временно ограничено движение. В субботу возникнут трудности и с подъездом к драмтеатру. На площади 400-летия Тюмени отпразднуют День славянской письменности. И это будет слышно. Ведь запоют в голос сотни детей Югообласти. Дарья Власова о региональном тысячном хоре. Мадина, одна из олимпийских певиц. Она выступала в тысячном хоре Валерия Гергиева на закрытии игр в Сочи. Конечно, легче петь в тюменском хоре, потому что тут ты всех знаешь. И преподаватели, которые нами дирижируют, тоже их знаешь. То есть Гергиев он строже как преподаватель? Нет, он как-то не строгий. Получается, мы сами все делали с первого раза. И поэтому ему не приходилось строго с нами. На свою олимпийскую команду у Валерия Гергиева большие планы. Впереди Юмадин и новый концерт с маэстро. В июне она отправится в Севастополь, где тысячный хор выступит на Дне России. Вы-то замечательно работали тогда. Просто здорово. Но тысяча на всю Россию, это пока не то, чем можно гордиться. А вот тысяча на каждый регион. Так что мы договорились. Если мы этого добьемся все вместе, то нам проблемы музыкального образования не покажутся тяжелыми в ближайшие много-много-много лет. В каждый город по хору в Тюмени тоже собрали такой массовый коллектив. В субботу на сцену выйдет около 800 детей. Всем от 8 до 14 лет. Точно такие же требования к юным певцам были у маэстро Гергиева. Ребята исполняют 13 произведений, большинство из которых относятся к советской классике. Репертуар прислали из столицы, а вот детей отбирали самостоятельно. В эту голосистую армию попали ребята со всего юга области. Ради выступления на дне славянской письменности 13-летняя Аня проехала 300 километров. С первого класса она поет в Ишимском школьном хоре. Поэтому отбор прошла сразу. У нас хор около 30 человек. В таком хоре, конечно же, тут столько голосов, столько народа. Но все равно после нескольких репетиций как-то уже осваиваешься и как-то уже лучше становится. На концерте им предстоит не только спеться друг с другом, но еще и с оркестром. А ведь на репетиции всего три дня. Наверное, самая большая сложность – это заинтересовать детей энергетикой каждой песни. Потому что в песню, в каждой песне вложен очень глубокий смысл. Здесь столько всего. И дети настолько проникают в душу песни, что, вы знаете, от них заражаешься вот этой вот страстностью, желанием петь, желанием участвовать в таком творческом единении. Дебютное выступление уже в эту субботу. И дирижеры обещают, сводный детский хор на тюменскую сцену выйдет еще не раз. В выходные можно не только услышать голоса России, заглянуть в прошлое Тюмени или взять меч в руки. Развлечений много. Ориентиры основных событий подскажет Ирина Кистерева. Прогуляться по улице старинной Тюмени и заглянуть в окно прошлого можно на четвертом этаже в музее ИЗО. Здесь собрали тюменские резные наличники, которые долгое время были сокрыты от глаз посетителей. Предметы купеческой роскоши находились на реставрации. Всего неделю назад коридор музея превратился в улицу старинной Тюмени. Деревянные наличники обрамляют портреты самобытного художника Ивана Колганова. В окнах посетители увидят ямщиков, карточных шулеров и сибирских кошек. Абстракционизм, увлечение смелых. Так говорят о работах художника Олега Кудряшова. У тюменцев есть уникальная возможность увидеть 33 творения автора, которые он отдал в дар музейному комплексу имени Славцова. Его коллекции хранятся в Третьяковке, Вашингтоне и в Лондоне. Мастера Форта рисует сухой иглой на цинке, а затем делает оттиск. Изредка добавляет в свои картины яркие краски. Чтобы передать настроение, ему достаточно всего двух цветов – черного и белого. За Тюменском парке горожане возьмутся за меч, но биться будут на жизнь, а не на смерть. На поле фестиваля средневековой культуры пройдут реконструкции рыцарских турниров. Гостей мероприятия встретят воины в доспехах русских витязей и германских викингов. В лесу развернут военный лагерь с кузницами, гончарными и театром. Горожане смогут примерить кольчугу, попробовать свои силы в стрельбе из лука и поучаствовать в мастер-классах по средневековым танцам. Ну а болельщикам пора учить новые кричалки. В субботу футбольный клуб «Тюмень» сразится с гостями из набережных Челнов на стадионе «Геолог». Матч пройдет в рамках первенства России. Клубы «Тюмень» и «КамАЗ» – это второй дивизион. Поборются за выход из группы «Урал» по «Волжье». Пока наша команда уступила только соседям из Челябинска со счетом 0-1. На этом у меня все. Проведите выходные по весеннему ярко и интересно. Ирина Кистерева, Сергей Мякишев, Сибинформбюро. И на сегодня у меня все. Хороших вам новостей и удачных выходных. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»